Я приглашаю к микрофону нашего первого стикера, главу департамента структурных сделок ВТВ и члена управляющего комитета корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТВ, Илья, пожалуйста. Спасибо. 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 Другиха — это личная безопасность — это что-то, что когда то определило границы страны . Мы же границы защищаем, мы за воевали наши отцы, деды, воины и так далее. В новом мире так уж получается, что на самом деле наиболее успешное государство — это те, которые наименее Carroll заметны. Я не знаю, сейчас учащаясь в Англии, часто ли вы чувствуете или думаете о личной безопасности? кто-то вот там есть проблема с нищей безопасностью нет или просто стесняется каждый задумывается раз в месяц интересно интересно когда в начале месяца или в конце я думаю что если бы вы учились например в америке где тоже есть хороший университет если вы учились в америке я не думаю что вы о личной безопасности задумывались бы больше чем вы задумываетесь о ней здесь я не думаю что принципиально работа и жизнь в лондоне отличается от работы и жизни в нью-йорке я не думаю что принципиально учеба сейчас скажу вообще интересную вещь учеба в Оксфорте отличается от принципиальной учебы например в Гаркенде или в Стэрфенде наверное выбирая между между Кембриджем и Гарвардом вы наверное больше будете задумываться не о том какая политическая ситуация в стране а о том какое образование вы можете от этого получить потому что на самом деле многие люди подумают о том что Великобритания и Соединенные Штаты это государство которое в принципе достаточно развитое также если кто-то захочет поехать учиться в Стокгольм скорее всего это будет потому что там какой-то хороший курс можно получить какое-то образование которое нельзя получить в другом месте или в Швейцарии например вы не будете туда ехать от того что от того что там какая-то определенная политическая система вот выбор который мы сейчас делаем среди стран которым которым мы относимся с уважением он на самом деле такой что сама страна становится менее релевантна получается что такое как бы как бы the ultimate point of development of the state я не знаю по-русски так сказать вот последняя точка развития государства это сделать себя никому не нужно да вот мне принципиально нет разницы между тем что жить здесь жить ну если я говорю по-французски может быть в Париже жить в Нью-Йорке жить в Лос-Анджелесе да я может быть буду смотреть на качество школ для своих дочерей университетов но я не буду смотреть на то какие отношения у этой страны например там с Россией с кем-то еще это не важно не важно все государства к этому стремятся те современные технологии которые существуют они на самом деле меняют не только государственность но они меняют еще и лицо политики вот если вы подумаете о там скажем революции которые случились в последнее время в Северной Африке например да до этого революции они все были достаточно сильно персонифицированы все например помнят вот с кем у вас ассоциируется революция я не знаю никто из нас на ней жил революция 1917 года 1917 года с кем ассоциируется с Ленина хорошо вот в Египте когда революция случилась она ассоциируется с кем фейсбуку совершенно верно началось с гугл на самом деле да нет нету там ни Ленина ни Чебевара никого нету а на самом деле как бы разорвало людей серьезно да то есть ужасно эффективные да они привлекают людей на свою сторону помощью современных средств общения между людьми да то есть люди соединены совсем по-другому они больше не ходят на стачки с красными какими-то транспарантами они приходят на Фейсбук или там в Твиттер какие-то закрытые группы общаются и перескопы никак не связаны нет с инновационным движением я просто не знаю вот Виша спросил он тоже не знает явно не знал что поколение это секретная новая такая штука вот политика меняется очень сильно вот представьте себе насколько насколько мощная вещь айфон да это то что вас в принципе связывает с вашими друзьями то что вас связывает с внешним миром хотите вы этого или нет конкурировать с айфоном очень тяжело вот я уверен что минут через пять сейчас вы я не смогу держать как бы внимание аудитории кто пойдет посмотрит что там на вот сайте происходит или как там в инстаграме дела стоят вот представьте себе что через через этот через эту вещь которая у вас в руках у вас есть связь с какой-то политической партией да вот представьте консерваторы там в Англии или там не дай бог какие-то там неонационалисты как бы им хотелось к вам в руки попасть с маленькими такими девайсами на которые можно что-то высветить перед перед выборами насколько это мощная вещь да и здесь вот по поднятым рукам я еще не спросил у кого самсунг был телефон или вообще другие андроиды практически практически все имеют связь с компанией которая каким-то образом продают информацию есть компании очень мало то есть если политическая партия например убедит фейсбук не стал чего-то сказать но это в принципе очень и очень мощная вещь почему фейсбук не стать политической партией не заметили как она немножко становится или например гугл сражение гугл например с китайским с китайской цензурой у них совершенно точно есть свое мнение на тему того насколько насколько цензура может идти далеко насколько это разрешить да и они в принципе свое мнение могут достаточно эффективно донести до нас да до нас то есть это люди которые какой-то мере должны делать свои политические выборы то есть не только политические партии могут изменяться но и доступ к людям тоже может изменяться очень сильно что политика переходит совсем в другую плоскость представьте вот мы живем в 2015 году сейчас да это год когда уже и частные компании космические корабли запускают хвастались недавно люди по Амазону который запустил ракету и посадил то есть достаточно серьезные вещи у нас происходят в экономике я в экономике в технологии я уверен что многие из вас смотрят на инвестиции или смотрят на какие-то компании которые абсолютно много которых никогда не было есть есть очень-очень интересные технологии но в то же время когда мы идем голосовать на кого-то как мы это делаем стоит такая вот тумочка да такая вот с дырочки здесь да подходишь туда берешь какую-нибудь бумажку приблизительно вот таким вот хай-тек инструментом еще ты пишешь да а потом а потом высоко-высоко-высоко-высоко технологичная тетя Клава садится и это жива в кабинет начинает как бы считать сколько там людей проголосовали за товарища Пупкина да это 2015 год ребята на самом деле государство немножко боятся того насколько процесс принятия решений может демократизировать потому что или может быть очень сильно боятся очень сильно боятся вот если взять например то что происходило в Греции а Ципросу когда он решил провести референдум для того чтобы каким-то образом ответственность за принятие решений которые он хотел принять и предложить для кого-то другого то есть для тех людей которые его выбрали да это стоило если я память не изменяет порядка 5 миллионов 5 миллионов евро что для такой страны особенно в такой ситуации достаточно достаточно много денег потому что там тоже была греческая тетя Клава которая должна будет все пересчитать вот а почему это нельзя сделать например через айфон сколько подобные выборы могут стоить ну явно не 5 миллионов долларов да это имея эту платформу это может стоить копейки причем и в принципе и Креплава не ошибется и тумочки не нужно строить и передачи не нужно точить то есть мы приходим мы идем в эру того когда люди смогут принимать решения за государство или вместе с государством или будут требовать вообще принимать решения по вопросам которые не стоят 5 миллионов евро да в принципе это можно делать обо всем в Швейцарии сейчас в принципе достаточно много подобных подобных вещей уже происходит но это не происходит на высокотехнологичном уровне но такие такие технологии совершенно точно позволяют позволяют государству функционировать совершенно по-другому зачем кому-то пытаться угадать что что хотят люди что хочет народ давайте просто у него спросим хотят они платить там столько налогов и жить так чтоб школы были дешевые или они хотят платить мало налогов но готовы за школу платить ну пусть пусть они скажут почему не спросить да то есть такой дейнджевый пауэрмент то что называется вот кардинальное изменение в политике так что если вы собираетесь заниматься политикой если это то что вы изучаете вы должны думать о том как современные технологии могут на это влиять кардинальнейшим образом партии возможно будет больше работать они будут совсем по-другому уже сейчас мы заметили победа Обама на выборах она во многом связана с тем что он вел очень эффективную кампанию в соцсетях то что касается образования еще одна прерогатива государства до недавнего времени тоже ужасно интересно то что происходит большинство университетов в мире до недавнего времени были государственными и в большинстве государств есть и Министерство образования так ведь? я не знаю кто-то у вас брал какие-нибудь онлайн курсы? еще нет брали? еще подозрительно ну да отлично ну вот где-то треть по крайней мере треть людей брала в принципе это началось достаточно недавно то что то что можно взять онлайн курсы и меня удивило удивило то что можно сделать мы один раз были в отпуске на Сициде я взял курс по философии я взял на очередь из университет и этот курс на самом деле тот курс который просто читается в Оксфорде прекрасный профессор сидит на пляже послушать про великих философов я считаю ну замил душу вот естественно там уровень участия министерства образования в этом абсолютно минимально то есть образование кардинально меняется фейсбук например хочет стать достаточно серьезной платформой для того чтобы вам это образование предоставлять но они вряд ли будут создавать министерство образования вряд ли будут думать об этом так как думают об этом государство но сейчас уже на фейсбуке есть например в компании есть applications которые которые людям помогают избавиться от фобии того чтобы летать на самолете можно брать курсы через iTunes University на Apple многие университеты сейчас предлагают курсы курсы онлайн которые можно прослушивать прослушивать бесплатно вы сами знаете некоторые из ваших университетов это тоже делают это именно тот контент который захотят заполучить те же самые Google Facebook Apple и все все супер корпораты то есть они практически начинают играть роль государства здесь до этого образования представляло государство до этого для этого нужно было какие-то налоги платить сейчас ты в принципе можешь за это заплатить тем что тебе будут просто рекламу показывать да и не нужно было чтобы мама с папой твои налоги платили полжизни для того чтобы ты смог пойти в университет за бесплатно кардинальным образом меняется медицинское обеспечение меняется кардинальным образом вы сейчас можете сходить и получить консультацию от индийского GP в Индии кстати очень неплохо с медицинским обслуживанием через Skype а никто не пробовал это достаточно новая вещь Facebook тоже хочет это предлагать кстати медицинское обслуживание такое очень просто ты через Skype выходишь на доктора многие из них индийские так же получилось потому что там наверное это не дорого и стоит это совсем другие деньги чем пойти здесь GP вот можно с ним также поговорить он предлагает пойти может быть дать какие-то анализы ты даешь кровь присылаешь ему присылаешь ему результаты и он тебе говорит что в принципе применит простамол побольше поспит в принципе то же самое что тебе скажут обычно GP здесь становится очень популярным ему плачут при полном семь фунтов и все рады и что делать министерство здравоохранения оно просто никак в этом не участвует огромное область есть некоторые другие области которые опять же связаны связанные с государствами с государственностями где государство в принципе начинает абсолютно терять возможность предоставить ты услуги которые подставлял у каждого государства есть деньги и я думаю что все здесь слышали про биткоин но биткоин это деньги какого государства экономическая политика я вот здесь вот тут говорил с некоторыми любой активными студентами которые успели меня поймать доли FC экономическая политика государства очень сильно завязывана на то что они могут с этими деньгами делать Я думаю, мы когда перейдем к вопросам, как в консультуре у себя банки работают, я тебе пока про банки ничего не сказал. Мы можем найти тему, поговорить в более детали, если вам интересно. Но то, что делают большинство государств, в принципе используют деньги для того, чтобы потихонечку облагать налогами тех, кто этими деньгами пользуется. А как это делается? Это делается через инфляцию. У государств, в которых инфляция отрицательна, т.е. дефляции крайне мало. Когда происходит инфляция, что это значит? Это значит, что те 100 долларов или 1000 рублей, которые спрятаны под матрасом, завтра покупают меньше, чем сегодня. Т.е. это все равно, что ночью прибегает какой-то маленький человечек из государства, вовсе не зеленый, и отрезает от этих 1000 рублей немножечко, что на следующий день уже все, что можно купить, это то, что вчера можно было купить, на 999. Т.е. как вы видите, есть многие параметры, по которым можно сказать, что сейчас начинается эра суперкорпоратов, начинается эра связанного общества, т.е. такой connected society, и то, как добиваться успеха в нем, если честно, я не скажу, что я точно знаю, но то, что я вам скажу, что это совершенно точно не так, как это было раньше. Наверное, давайте сейчас я прекращу монолог для того, чтобы убедиться, что вам, во-первых, это будет как-то интересно, а во-вторых, если не было, то, может, я что-то расскажу вам, что вам интересно является. Давайте откроем. Да, Илья, спасибо большое. Спасибо большое. Мы открываем. Спасибо. Вопросы и ответов. Работать будем следующим образом. Два вопроса из зала и один вопрос из Facebook, так что можете оставлять свои вопросы. Да, конечно, конечно, Михаил. Михаил Зельман, что будет с ВТБ в этом современном мире? Хороший вопрос. Я должен признаться, я надеюсь, что меня за это не болит, я думаю, что судьба у ВТБ будет труднее, чем она будет. У ресторанов, особенно те, которые правильно управляются, потому что людям придется есть в любом случае. На самом деле, то, что сейчас происходит в финансовой индустрии, кардинально меняет то, как должны работать в ней банки. И я не уверен, что банки смогут поменяться достаточно быстро для того, чтобы остаться конкурентоспособными в этом. Ни у одного банка пока не получилось сделать нормальную онлайн оплатенную систему. Странно, правда? А есть угроза со стороны всех, кто прислал в Facebook? Да. Нет, конечно есть. Это то, что начинает. Но вот смотрите, у Apple, я забыл сколько них сейчас денег. Кто знает сколько, сколько киашка зашивала? Порядка 100 миллиардов, да? Порядка 100 миллиардов долларов, да? Порядка 100 миллиардов долларов, да? А, Apple Pay. Отлично. Apple Pay пользовались, да, ребята уже? Пользовались? Вот представьте, теперь вы когда идите покупать себе новый лаптоп, да, и пользуетесь Apple Pay, и он стоит, там, тысячу фунтов. Вам предлагают либо тысячу фунтов сплатить сейчас, либо платить по 100 фунтов в течение 11 месяцев. Выбор достаточно простой, согласитесь, да? И кто-то может выбрать, соответственно, 11 месяцев платить по 100 фунтов. Вот, пожалуйста, вам Apple, вас прокредитовал. И, возможно, это для него использование денег более правильно, чем просто сидеть там и покупать какие-то стартапы. А может быть, нужно делать что-то и другое? Совершенно точно уровень внедрения нам намного глубже. Я, например, не помню, когда я последний раз был в филиале банка. Мне не за чем туда ходить, да, абсолютно мир меняется. И, естественно, там, все, что связано с розничным банковским делом, совершенно точно идет через более высокотехнологичный канал. Но это то, что вы, наверное, читали, то, что для вас достаточно активно. То, что я вижу, когда компании сейчас привлекают деньги, банки перестают быть конкурентоспособными. Например, многие стартапы сейчас, вместо того, чтобы приходить к банкирам, чтобы кто-то там из private equity их как липку обдирал и рассказывал, как нужно там жить и как не нужно жить, и забирал большую часть их прибыли, они идут на Kickstarter, они идут на Indiegogo. Это им позволяет поднять деньги для их продукта без того, чтобы размывать то, чем владеет создатель этого стартапа, без того, чтобы у него на варде появлялись люди, которые будут учить его жить. Может быть. Да, совершенно верно. То же самое с точки зрения краудфандинга сейчас происходит. Происходит тоже достаточно активно и многие компании, особенно небольшие, вместо того, чтобы выпускать облигации или бежать в банк за кредитом, просто через краудфандинг поднимают для этого капитал. Я просто немножко волнуюсь о том, что банки не смогут достаточно быстро адаптироваться для этого. И они сейчас настолько зарегулированы, что, к сожалению, регуляторы практически не позволят им быть в этом новом бизнесе конкурентоспособными. Я хотел спросить вот как раз в догонку к первому, продолжить тему с появлением вот этих даже уже не краудфандин, на краудинвестинг-платформах, типа Crowdcube, Crowdbank, многие. Регуляторы вроде FCA и все остальные уже, мне кажется, справляться не смогут так легко. И вот ваш взгляд на то, какой должен появиться регулятор, как это вообще должно быть регулируемо, какое будущее у именно краудинвестинга, а вы видите в ближайшем, по крайней мере лет 5-10, когда компании начнут экзис делать и получать уже за этого деньги и отдавать дивиденды людям. Понятно. Спасибо очень. Спасибо. На самом деле хороший вопрос. Вы можете себе представить, у меня как инвестиционного банкира есть достаточно эмоциональные взгляды на то, что делают регуляторы в данный момент, не только в Великобритании, в других странах, целый настрой и так далее. Поэтому у меня достаточно дивистический взгляд на регулирование. Совершенно точно оно должно быть вне границы обложенных рот бода. И я зачастую, когда думаю об этом, вспоминаю, очень хороший пример в Википедии. Кто из вас когда-либо пользовался энциклопедией, бумажной энциклопедией? У меня удивление. Отлично. А у кого она дома есть? У меня нет. У меня нет. Последний раз я пользовался, наверное, лет 20 назад. Но, наверное, вы со мной согласитесь, что один из самых качественных источников информации сейчас это Википедия, да? Согласны? Да. Не совсем. Не совсем? Хотите поговорить о том, как Су-24 иногда высоко летает? Да, бывает, конечно, такое. Но то, что я вижу в Википедии, например, что это организация, которая, в принципе, на общественных началах отфильтровывает огромное количество информации, которую, в принципе, ни одна другая коммерческая организация сделать не может. И, в целом, вот такие организации, как Википедия, для меня показывают, что мы, как люди, в конце концов, хорошие. Да? То есть, в целом, в целом, мы, как люди, мы хотим творить добро. Нам приятно это делать. И, как вот, люди, когда занимаются творительностью, зачастую обращают внимание о том, что это и приятно, и легко. Люди, которые работают в Википедии, они свое время дарят другим. Да? Они отчитывают огромное количество информации о том, как летают в самолет, или не летают в самолеты, и так далее. И, в принципе, для нас довозят ее до очень хорошего уровня. Я, наверное, хотел бы, может быть, и индивистически на это смотрю, но хотел бы, чтобы в будущем регулирование регулирование именно делалось не кем-то, каким-то дядей на рукавниках, который когда-то ходил в школу в 60-х годах. Оно делалось теми людьми, которые, в принципе, хотят творить добро, и которые думают о том, как сделать так, чтобы инвестиции текли туда, куда они должны притечь наилучшим образом, а не думать о каких-то своих личных интересах. Спасибо, Илья. И следующий вопрос мы прочитаем из нашей группы в Facebook. Алена, скажи, пожалуйста, есть ли у нас вопросы или комментарии? Да. Добрый вечер. Ченгиз Лафитов задает вопрос. Вы говорили, что некая подобия онлайн-выборов может повысить демократический уровень страны. Какие, по-вашему, негативные последствия могут быть в данной практике? Очень хороший вопрос. Я считаю, что негативные последствия этого – это то, что две вещи. Во-первых, это абсолютно снимает ответственность с политиков. То есть они начинают, они приходят к власти, но в принципе в любой момент они могут просто сделать выборы, как бы всех спросить, сказать, слушайте, не мое решение. Фигня. Во-вторых, большая, большая очень опасность связана с тем, что сама формулировка вопроса, она может предрасполагать, чтобы люди отвечали тем или иным образом. Я спытаюсь вспомнить, есть книга такая, которая как раз, я использую название книги, я не читал, но не помню название, кстати, как бывает, которая как раз говорит о том, что то, как выбор нам предоставлен, зачастую определяет тот выбор, который мы делаем. В своей презентации ты больше это затронешь, а то, как люди выбирают. Но, как правило, мы очень часто делаем выбор наиболее простым образом. И поэтому формулировка вопроса, она может очень сильно влиять на то, на то, какую люди выбирают ответ. Спасибо. И, я думаю, последний вопрос из зала. Пожалуйста, мужчина. Спасибо. Данила Немеровский, Deutsche Bank. Вы сказали в начале своей лекции, что государство предоставляет образование, медицину, предоставляет власть, и также в течение лекции сказали, что оно потихоньку отказывается от этих функций. Скажите, когда государство перестанет быть источником власти? Не знаю. Наверное, тогда, когда оно поймет, что ему не нужно иметь власть для того, чтобы делать то, что оно должно делать. Томас Джефферсон, один из ярких мыслителей о том, что вообще нужно государство, я что-то пытаюсь вспомнить. Он, по-моему, его функции описывал, может мне здесь помочь, особенно люди, которые стоит заниматься. Он, по-моему, описывал его тем, что оно должно сделать прежде всего, чтобы люди не мешали друг другу, и также что люди, которые сами себе не могут помочь, чтобы государство им помогало. То есть он как раз занимался тем, что он функции государства очень сильно ограничил. если мне память не изменяет, в выступлении Джефферсона вообще не было разговора о том, что государство должно иметь власть. Я не знаю, согласны со мной или нет, но мне хотелось бы, наверное, иметь государство без власти, хотелось бы иметь государство, которое просто помогает людям быть счастливыми. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ